Добрый вечер! Добрый вечер! 420 миллиграммов кашиша на весах правосудия – достаточная норма, чтобы собственными руками сломать свою жизнь, которая только начинается. Четыре преступления, в которых подростки хранили наркотики, раскрыли правоохранители области в прошлом году. А вот случаи в распространении опасных веществ несовершеннолетними не зафиксированы. На территории Брестской области положительная динамика в данном направлении. У нас как снижение количества преступлений с участием несовершеннолетних, так и количества лиц, которые являются непосредственно субъектами данных преступлений. Это не может не радовать, но ослабляться в данной ситуации нельзя. С одной стороны, жить за решеткой, с другой – здоровье. Разовое употребление психосимуляторов или химических наркотиков – только первое звено в цепочке. И хорошо, если длительная реабилитация предупредит самое страшное – смертельный исход. Обычно речь идет о состоянии отмены наркотика, поэтому его кладут в стационар и выводят из этого состояния так, чтобы минимизировать риск для жизни и здоровья. После чего человек ставится на учет и за ним наблюдают в течение нескольких лет, от года до трех минимум. Все зависит только от человека. Сознает, тянется, всегда поможем. Про страшные последствия употребления психотропов в Центре наглядной профилактики рассказали учащимся 35-й школы Бреста. Они потихоньку убивают организм. Действует плохо на головной мозг, а потом жизнь будет испорчена из-за этого. Можешь умереть и друзей потерять, родных. Именно 13-15 лет, по мнению специалистов, наиболее уязвимый возраст для опасной привычки, поэтому методы профилактики тут используют разные. За первый год работы Центра этот неигровой актракцион посетили более 3,5 тысяч детей. Брестский Центр наглядной профилактики пока единственный во всей стране. Пример слаженной работы специалистов в борьбе за будущее молодежи без наркотиков. В военном комиссарете Бреста и Брестского района прошло открытое выездное заседание над уклонистом от призыва на срочную военную службу. По результатам призывной кампании осени 2019 года это уже второе судебное разбирательство. Обвиняемый на начало судебного разбирательства полностью признал свою вину и раскаялся. Многократно на протяжении 2019 года молодой человек информировался о необходимости явиться в военкомат, но повестки игнорировал. После очередной неявки материал был передан в Следственный комитет, заведено уголовное дело. Сам обвиняемый разъяснил это семейными обстоятельствами, но своевременно призывную комиссию об этом не повестил. Прямых доказательств в суд не предоставил. Согласно решению суда Ленинского района Бреста он признан виновным в уклонении от мероприятий по призыву на военную службу согласно счастью первой статьи 435 Уголовного кодекса Беларуси. На основании данной статьи назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что составляет 1350 рублей, с общественными работами на срок 120 часов. Меру пресечения обвиняемого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставит прежний доступление приговора в законную силу. Решение суда может быть обжаловано на протяжении 10 дней в апелляционном порядке. Почему мы просили именно наказание в виде штрафа? Человек характеризуется положительно. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. На сегодняшний день он работает, намерен восстановиться, закончить университет, получить высшее образование для того, чтобы человеку дать шанс жизни. Наша позиция, как вы слышали, заключалась в том, что мы просили освободить уголовную ответственность с привлечением к административной. Там то же самое наказание имеет место, штраф, но в меньших размерах, от 5 до 30 базовых величин. 10 дней у нас есть, мы еще будем обсуждать данный вопрос. По данным комиссариата Бреста и Брестского района, если весной прошлого года рассматривалось 6 дел об уклонении, о прохождении срочной службы, то осенью таких уклонистов насчитывалось уже 12. Военкоматия подчеркивает, что служба в армии это не только обязанность, это еще и возможность для молодого мужчины построить хорошую карьеру. Граждане, которые прошли срочную военную службу, соответственно, они могут устроиться и в наши силовые структуры. Соответственно, с характеристикой от воинской части, пройдя эту службу достойно, соответственно, получая характеристику, они с легкостью устраиваются на контракт, проходя дальше службу уже по контракту. Необходимо отметить, что привлечение к уголовной ответственности со следующим ее погашением не избавляет от обязанности проходить военную службу. В Брестской области растет количество погибших на пожарах. Печальное лидерство удерживает Ивановский район. Только с начала года уже погибло 7 человек. На днях в Ивановском районе огонь забрал жизни сразу двух мужчин. И, к сожалению, они не стали последними в статистике. Для жительницы Ивановской деревни Сыщева Елены Максимович это пепелище болезненное напоминание о трагедии. Именно в этом полусгоревшем доме, который стоит всего через дом от ее собственного жилья, 15 февраля трагически погиб ее младший брат. Несмотря на то, что пожар произошел еще не поздним вечером и на момент трагедии в соседних домах находились люди, спасти друзей было невозможно. Врачи скорой медпомощи, которые прибыли на место вместе со спасателями, констатировали смерть двух мужчин. Этот случай с начала года стал шестым на Ивановщине. Всего же на данный момент только в этом районе уже зарегистрировано 7 пожаров, в результате которых погибло 7 человек. В текущем году на территории Брестской области зарегистрировано 120 пожаров, в результате которых в огне погибли 20 жителей области. Как показывает статистика, главная причина подобных происшествий, главная причина трагедии – это незнание, невыполнение элементарных требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем. С целью недопущения подобных случаев, с целью недопущения гибели людей от внешних причин, с 20 февраля до 1 марта на территории Брестской области, как и на территории всей страны, проходит акция «Единый день безопасности». Поспособствовать остановке роста количества жертв о пожарах в сельской местности призвана деятельность специальной комиссии, которая создана при каждом селесполкоме. Задача регулярная, в последнее время – постоянное взаимодействие с группой риска, одинокими престарелыми, многодетными теми, кто злоупотребляет алкоголем. И если на родителей и пожилых людей еще можно повоздействовать, то на совесть алкоголиков рассчитывать не приходится. Именно злоупотребление алкоголем становится первоочередной причиной гибели на пожарах. Печальная ивановская статистика, согласно которой список погибших пополнили исключительно мужчины трудоспособного возраста, неукоснительно констатирует известную формулу преждевременной гибели – выпил, закурил, заснул. Стань видимым. Профилактическую акцию, направленную на профилактику травматизма пешеходов и велосипедистов, сотрудники госавтоинспекции области на этот раз провели в сельской местности. В сельских населенных пунктах нет такой инфраструктуры, как в городе, пешеходных переходов и светофоров. Хотя движения людей авто временами не менее интенсивные, чем в городе. И тут необходимо быть дисциплинированным. До беды недалеко. Об этом говорит и статистика. Всего с начала года на территории области уже произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли, 73 получили травмы разной степени тяжести. Пристальное внимание со стороны взрослых, конечно, должно быть обращено на безопасность детей. Сначала идти по пешеходному переходу. Нельзя перебегать дорогу, где нет пешеходного перехода, потому что машины могут выехать и нечаянно сбить. Совершенно верно. А ты знаешь, что надо убеждать еще пешеходного перехода? Да, нужно, когда переходишь пешеходный переход, посмотреть по сторонам. Молодец. Налево, направо убедилась, что нет машины? Совершенно верно. В каком классе вычисли? В пятом. Как нам показалось, немного более дисциплинированные в сельской местности и взрослые участники дорожного движения. Я исполняю правила дорожного движения. Перехожу по пешеходным дорогам, по зебре, пешеходным переходам. Подобные акции госавтоинспекции направлены в первую очередь на профилактику дорожно-транспортных происшествий со стороны наиболее уязвимых участников дорожного движения. Профилактическое мероприятие «Стань заметным», как я уже сказала, направлено на профилактику ДТП с участием пешеходов. Сегодняшнее мероприятие мы нацелили на то, чтобы напомнить пешеходам, как правильно переходить в проезжую часть, напомнить про их обязанности в том, чтобы необходимо убеждаться в безопасности перехода перед пересечением дороги. Ну и, конечно же, в темное время суток каждый пешеход обязан использовать световыращающий элемент, двигаясь по краю проезжей части, либо пересекая проезжую часть. Кроме профилактических бесед были фликеры в подарок от сотрудников ГАИ. Завтра сотрудники милиции Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День милиции. Творческий коллектив передачи «Зона безопасности» присоединяется к поздравлениям. Желает, чтобы служба по охране законности, правопорядка и спокойствия граждан приносила только положительные эмоции, а также крепкого здоровья и успеха. На сегодня это все материалы выпуска. Следующая передача «Зона безопасности» выйдет в эфир 10 марта в 19.55 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин